Это последствия штормового ветра на улице Кирова. Его порывы достигали 25 метров в секунду. Огромный тополь не выдержал и ночью рухнул прямо на проезжую часть, повредив провода, опоры освещения и дорожную инфраструктуру. На помощь городским коммунальщикам пришли сотрудники МЧС. Совместными усилиями ствол дерева был распилен, а проезжая часть освобождена от обломков. Полным ходом идут восстановительные работы по подаче электроэнергии в этом районе. Все коммунальные службы выведены и они сейчас работают в повышенном режиме. Более 100 человек устраняем. Аварийные деревья, баннеры, потом делаем ревизию полностью ливневых систем. В ликвидации последствий было задействовано 17 бригад энергетиков, 4 бригады управления ЖКХ, а также сотрудники других коммунальных предприятий города. В 10 часов утра в дома 5 тысяч анапчан вернулся свет. Основной проблемой для коммунальщиков стали поваленные деревья. На улице Астраханской старое дерево упало на частное домовладение. Только чудом не пострадал стоящий рядом автомобиль. Ворота приняли основной удар на себя. Ночью, примерно полпятого утра, мы проснулись с мужем от сильного треска и выбежали на улицу. Но открыть калитку мы, соответственно, не смогли, потому что дерево повредило и погнуло ворота. Соответственно, мы как бы были изолированы. Нам пришлось перелазить через ворота, чтобы хоть какими-то способами освободить машину из-под дерева. Как бы мы сами спиливали ветки. А это уже улица Крымская. В районе пятой школы напора ветра не выдержала сосна. Сразу две ветки, общим весом почти в тонну, упали на тротуар, заблокировав проход в пешеходной зоне. Работы по ликвидации последствий ураганного ветра с дождем продолжаются. По прогнозу спасателей, уже к этому вечеру стихия пойдет на убыль. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.